БЦБК закрыт, но экологическая угроза Байкалу осталась. Ручьи полные тёмной воды и глубокий топи с дурно пахнущей чёрной жижей. Так теперь выглядят зоны, в которых хранятся отходы комбината. Жидкой субстанции в виде шлам-лигнина. Ну, здесь, скажем так, достаточно, чтобы человек не утонул. Километр длиной и шириной около 100 метров. В окрестностях Байкальска таких наполненных шлам-лигнином полей их называют картами 10 и ещё 3 золой. Потенциально опасные соседи для Байкала. В случае ЧС тонны их содержимого могут оказаться в чистейшем озере планеты. Обезопасить проблемное наследие и превратить болото в твёрдую землю планируют учёные. Сотрудники Ерниту и компании ВЭП Инженеринг прилагают на месте смешать золу и шлам-лигнин, обеззаразить смесь известью и добавить для вязкости цемент и мраморную крошку. Экскаваторами преобразовать хлипкое болото в монолит. Небольшой пробный участок, где испытывали технологию, теперь спокойно держит трактор. В то время как рядом с ним ступать лучше осторожно. В качестве эксперимента учёные Ерниту на этой неделе в присутствии представителей власти и Академии наук смешали предлагаемый состав. Это смесь, которая гарантирована через 7-10 дней за твердеет до прочности низкостарного бетона. Пока получившийся большой кирпич твердеет, учёные берут пробы. Исследуют воду, шлам-лигнин и полученный состав. Сравнивают эффективность с другими возможными методами ликвидации, чтобы выбрать оптимальную технологию. Значит правительство Иркутской области организовать этот процесс как можно быстрее, чтобы можно было приступить к ликвидации накопленных отходов. Должны быть универсальная составляющая, цена и качество. Должны понимать, что это будет самое главное. На первом месте должна быть экология, чтобы это было безопасно для Байкала и для этого региона. А второе – это уже, конечно, возможность исполнения технологии, ну и стоимость. По предварительным расчётам разработчиков, проект Эрниту выгодно отличает скорость и эффективность. Если его решат воплощать в жизнь, то экологически опасных болот и топий не станет уже через несколько месяцев после выполнения работ.